Здравствуйте! На 12-м канале Час новостей. В студии Анна Кокорина и главное сегодня. Присягнул на верность региону. Клянусь, все свои силы и знания отдать на благо населения Омской области, Российской Федерации. Александр Бурков официально вступил на пост губернатора Омской области. Экстренная посадка. Рейс, следовавший в Москву из Барнаула, запросил транзит в Омском аэропорту, что стало причиной. Дороги, тротуары и даже бордюры станут чище. Уже на следующей неделе вот эти новые КАМАЗы можно будет увидеть на улицах города. Сейчас рабочие заканчивают монтаж специального навесного оборудования и техника уже практически готова к работе. Когда новая техника выйдет на улицы города? Телемарафон в честь 20-летия. 12 канал принимает поздравления. На новый телесезон коллектив и зрителей благословил митрополит Омский Таврический Владимир. Главное событие дня – инаугурация Александра Буркова. Сегодня он официально вступил в должность главы региона. Утром Бурков получил губернаторское удостоверение, подтверждающее его новый статус в качестве избранного руководителя Омской области. А во второй половине дня состоялась инаугурация. Она прошла в концертном зале Омской филармонии. 12 канал вел прямую трансляцию. Церемония собрала сотни гостей, среди которых полпредпрезидента по Сибирскому федеральному округу Сергей Миняйло, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, представители Госдумы и губернаторы других сибирских регионов. Как это было в материале Татьяны Денисовой. В холле концертного зала сотни людей. Среди них и те, кто хорошо известен всей России, как, например, любимый многими поклонниками футбола легендарный Валерий Газаев. Я абсолютно уверен, его энергия, его трудоспособность, его интеллект, ум, конечно, будут способствовать развитию Омской области. И в социально-экономическом отношении, в культурном, безусловно, спортивном. На церемонию приехали и топ-менеджер «Газпромнефти», генеральный директор Александр Дюков и его заместитель по корпоративным коммуникациям Александр Дыбаль. Среди почетных гостей и федеральные чиновники. Хотел бы поздравить Александра Лениновича с избранием. И сразу хотел бы высказать пожелание, что этот уровень доверия, который сегодня проявился на выборах, он должен сохраниться и в будущем. И мне кажется, главное, что любая программа должна опираться у губернатора именно на те пожелания населения, на тот уровень признания этой программы, который сложился в ходе выборной кампании. За минуту до принятия присяги на входе в зал Александр Бурков говорит журналистам, настроение бодрое. И вот Владимир Варнавский объявляет, торжественное заседание ЗАГСобрания открыто. Новый губернатор торжественно клянется сделать все возможное для процветания области. Клянусь, при осуществлении полномочий губернатора в Омской области, неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав, основной закон Омской области. Федеральные и областные законы обеспечивать и защищать права и свободы человека и гражданина. Все свои силы и знания отдать на благо населения Омской области Российской Федерации. Председатель регионального ЗАГСобрания Владимир Варнавский вручает документ, который подтверждает, Александр Бурков официально вступил в должность. От лица депутатов спикер обещает губернатору оказывать поддержку в работе. Уверен, что все вместе мы сможем решить задачи, стоящие перед Омской областью. Депутаты законодательного собрания готовы поддерживать инициативы, направленные на позитивные перемены и улучшение качества жизни людей, к активному сотрудничеству в достижении этих целей. Слова поддержки в адрес своего товарища говорит председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Шутит, что уральский характер и сибирская стойкость позволят Александру Буркову достойно управлять регионом и дарят губернатору весьма символичные подарки. Считайте, что это первый кирпич, фундамент будущего процветания и будущего массового жилищного строительства в Омской области. АПЛОДИСМЕНТЫ Будете аккуратно, тщательно работать, чтобы все было по уму, как делает этот замечательный плотнинский инструмент. Ну и как песня поется, ну а если кое-кто у нас порой, то можно немножечко и стружку снять. В любом случае инструмент полезный, плотнинский, созидательный. Поэтому успехов, созидания и в добрый путь. А вот заместитель Геннадия Зюганова, лидера партии КПРФ, напоминает, поддержку на выборах самовыдвиженцу Александру Буркову оказали три партии. КПРФ, Единая Россия и Справедливая Россия. Случай уникальный и от лица своих коллег желают будущих достижений в сельском хозяйстве и благоустройстве. В этом деле вы всегда можете рассчитывать на сотрудничество с КПРФ. И пусть Красный Путь будет путем к новым успехам Омской области. А вот помочь в исполнении майских угасов президента Буркову пообещал первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков. Все, что зависит от Государственной Думы, могу сказать это от имени депутата, который представляет Омскую область, мы постараемся сделать и помочь в решении этих задач, в том числе и при формировании федерального бюджета и всех межбюджетных взаимоотношений с регионом. Я очень надеюсь на то, что у нас будут постоянные тесные контакты, и мы сможем вместе работать на благо жителей Омской области. После поздравления от коллег Бурков благодарит Амичей за поддержку и обещает, Омская область станет сильной и процветающей. Доверие для меня это ценный ресурс, на который сегодня можно опираться. Это аванс и огромная для меня ответственность. Оправдать ваши ожидания – дело чести. Я знаю, что сибиряки всегда оценивают всякого человека по совести и по труду. Нам предстоит нелегкий путь возрождения Омской земли, и мы сможем его пройти только вместе. Дорогие друзья, сегодня вступая в эту должность, я хочу вам сказать спасибо, что вы меня приняли. И я верю, что мы вместе с вами сможем сделать нашу Омскую область сильной и процветающей. Спасибо вам, друзья. Татьяна Денисова, 12 канал. Больше часа длилась инаугурация губернатора Омской области. После поздравлений состоялся праздничный концерт. Перед торжественной церемонией глава региона признался, что чувствовал себя бодро, но затем небольшое волнение все же появилось. Оценил губернатор Омской области и подарки, которые ему преподнесли во время церемонии. И подчеркнул, после предвыборной гонки никаких каникул и времени для отдыха брать не будет. Сразу продолжит активную работу, которую, собственно, и ввел последние 11 месяцев. Подарок со смыслом. Держал мастерок в жизни, зная, что такое мастерок, что такое кирпич, цемент, раствор и рубанок. Поэтому думаю, что все символично и все совершенно верно. Те слова и наставления, которые звучали со сцены. Испытываю волнение, потому что первый раз вступаю в должность губернатора. Я понимаю, что это действительно большое доверие, которое оказал народ, который поверил и президенту, и нашей совместной работе. Поэтому здесь, конечно же, сразу в работу ничего другого. Мы все понимаем, что идут бюджетные процессы на федеральном уровне, бюджетное планирование в регионе. И те задачи, которые надо решать и под которые надо спланировать, в том числе и бюджетное средство, на следующий год. Единственное, что сегодня уже понятно, это то, что сам Мин способен консолидировать все силы, и выборы это показали, и нацелить на решение поставленных задач. В Омской области введен режим ЧС. Распоряжение отдал губернатор Александр Бурков. Причина – опасное природное явление – переувлажнение почвы. В августе в большинстве районов количество осадков превысило норму где-то даже в 4 раза. Это сильно усложнило уборочную кампанию, в связи с чем принят ряд мер. Непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и прогнозирование развития ЧС, а также оценка социально-экономических последствий. Уборка урожая под угрозой. Сейчас обработано около 12% площадей, хотя обычно к этой дате большая часть зерна уже убрана. Есть риск, что пшеница не успеет созреть, или сгниет на корню, или пострадает от заморозков. Тогда зерно превратится в фураж, в корм для скота. Введение режима ЧС позволит аграриям рассчитывать на федеральную поддержку и частично компенсировать потери. О непростой уборочной пойдет речь и в информационно-аналитической программе «Акценты недели» с Екатериной Шипиловой. Какие темы еще оказались в центре внимания, смотрите в эту субботу в 19.30. Официально в должности Губернатор Омской области в торжественной обстановке принес присягу и получил удостоверение, подтверждающее новый статус. «Доверие для меня – это ценный ресурс, на который сегодня можно опираться. Это аванс и огромная для меня ответственность. Оправдать ваши ожидания – дело честь». Сотни гостей со всей страны – необычные подарки. Зачем главный эсэр Сергей Миронов вручил Буркову рубанок и кирпич? Выйти из тени омские дорожники скрыли от налоговой миллионы рублей. «В том толпы народа бегают и говорят, нам зарплату не заплатили дорожники. Вы вот реально сейчас наговорили, я думаю, на несколько лет себе рассказали, где у вас техника, сколько у вас прокладок и сколько у вас заработок черный. Заработок черный. Кто попадет в черный список и больше не сможет зарабатывать на обмане разнорабочих. Цветы, овации и поклоны, но только теперь в последний раз крыс больше не будет на этой сцене. В Пятом театре торжественно проводили на покой спектакль «Психологическое шоу». От режиссера Сергея Пускипалиса играли больше 10 лет и ровно 100 раз. Это был хит с первого занавеса. «Хотелось бы думать о том, что мы посотрудничаем еще, потому что к этому театру у меня очень теплые отношения». Смотрите программу «Акценты недели» в эту субботу в 19.30 на 12 канале. У пассажира, из-за которого сегодня в Омске экстренно посадили самолет, возникли проблемы с сердцем. Пожилому человеку стало плохо во время полета. После вынужденной посадки его сняли с рейса и увезли в больницу. В Омске он задержится на неделю, ему назначили лечение. Сейчас он находится под наблюдением медиков. Самолет направлялся в столицу из Барнаула. Он должен был приземлиться в Домодедово в 8.35 по московскому времени. Однако Омск он покинул только в 3 часа дня, так что прибытие рейса в столицу в общей сложности задержалось на 5 часов. Потеплело раньше срока. В 17 омских школах и детских садах сегодня включили отопление. При том, что изначально старт сезона был запланирован на 15 сентября. Все учреждения находятся в Кировском округе. К подаче тепла, по словам коммунальщиков, они были технически готовы. Как выяснилось, это главное условие подключения объектов к отоплению. В ближайшее время батареи станут горячими еще в 40 омских учреждениях. Они уже получили соответствующие разрешения. А вот когда потеплеет в многоэтажках, по-прежнему неизвестно. Энергетики будут ждать, когда в течение пяти дней средняя температура составит плюс 8 градусов. Такая рекомендация записана в нормативных актах. Омские улицы станут чище. Дорожники готовы опробовать новую технику, которая пришла в регион в начале сентября. Машины приобретены в лизинг на средства регионального бюджета. В списке грейдеры, трактора, снегоуборщики и даже совершенно новые для мегаполиса парковые пылесосы. Уже в ближайшее время новая техника выйдет на уборку городских дорог и тротуаров. С подробностями Екатерина Лушникова. Уже на следующей неделе вот эти новые КАМАЗы можно будет увидеть на улицах города. Сейчас рабочие заканчивают монтаж специального навесного оборудования. И техника уже практически готова к работе. Сначала ее отправят на городские улицы на борьбу с дорожной пылью и грязью, а с наступлением холодов со снежными заносами. Новые машины отечественного производства, но выглядят не хуже импортных. По сравнению с тем, что было у автохозяйства, небо и земля. Работать на такой технике – настоящее удовольствие, признаются дорожные мастера. Работа будет, найдется. Это универсальная техника. И осенью, и зимой людей радуют, что техника обновляется. Хотелось бы и в дальнейшем, чтобы появлялась новая техника. И людям приятно работать. И горожанам видно, что меняется парк. В этом году приобретено более 80 единиц новой дорожной техники. В списке грейдеры, самосвалы, трактора, подметальные машины, щетки для мойки бордюров и ограждений, а также совершенно новые для мегаполиса парковые пылесосы для уборки опавшей листвы. Но главное, чему радуются дорожники – новая снегоуборочная техника. В таком количестве парк не обновлялся порядка, наверное, 15 лет. Получена новая специальная погрузочная техника – снегопогрузчики. Получены вот эти специализированные автомобили для уборки снега с проезжей части. Эта техника просто поможет нам быстрее улицы города привести в порядок для безопасности движения и пешеходов. Из бюджета региона на обновление автопарка и покупку специализированного оборудования выделено почти 250 миллионов рублей. Столь солидное приобретение продиктовано необходимостью. В городе повсеместно идет благоустройство. Появляются новые дороги, тротуары, скверы и парки. Однако ясно, что отремонтировать мало. Надо все это еще и содержать в порядке. Екатерина Лушникова, Сергей Гаев, 12 канал. И смотрите далее в нашей программе. Телемарафон в честь 20-летия. 12 канал принимает поздравления. На новый телесезон коллектив и зрителей благословил митрополит Омский, Таврический и Владимир. Первое поражение. Авангард не смог обыграть магнитку. Где и когда состоится следующая игра. Сегодня православные верующие отмечают новолетие или церковный Новый год. Этот праздник знаменует начало новой жизни. В этот день во всех храмах проходит особая литургия. В молитве верующие просят для себя и близких удачи, здоровья и счастья. Ну а после богослужения семьи собираются за праздничным столом, который в отличие от традиционного Нового года, выпадающего на строгий пост, не имеет ограничений. Приветствуются и подарки, сделанные от чистого сердца. А новолетие мы поговорим с митрополитом Омским и Таврическим Владимиром. Он сегодня гость в нашей студии. Владыка, здравствуйте. С праздником вас. Здравствуйте, с праздником вас. Спасибо. И главный вопрос. Скажите, какое значение новолетие имеет для православных верующих? Вы знаете, это длинная история, что касается новолетия. Если мы обратимся к Ветхому Завету, то в книге «Бытия» Моисея написано, что Господь Бог говорит Моисею, что среди 7 месяцев, первый месяц, да, будет у вас месяц март. И раньше праздновали Новый год, Новолетие, и праздновали в марте месяце до нашей эры. В нашей эры святые отцы решили, что Господь в марте начал творить Вселенную. И он творил 6 дней. Март, апрель, май, июнь, июль, август. И в сентябрь он отдохнул от своих трудов. И первое сентября стал праздноваться Новолетие, Новый год. И так празднулся у нас в России до Петра Первого. Но старый стиль остался как церковный Новый год. И поэтому церковь всегда начинает круг своих богослужений в 14-й как раз и день вашего рождения. В эфир 12-го канала регулярно выходят православные программы, в том числе и с вашим участием «Благове слова пастыря», где вы в прямом эфире отвечаете на вопросы верующих. Ну да. Вот скажите, такое сотрудничество с 12-м каналом помогает в вашей работе, в вашей службе? Ну, конечно, помогает с тем, что, знаете, я беседую с народом. Народ меня спрашивает, я отвечаю на их вопросы. А это и для меня приятно, что я тружусь с народом, работаю с народом. Ну и для тех людей, на вопросы, которые я отвечаю, им тоже приятно, радостно. Радостно, что я делаю хоть своим словом какое-то добро людям. Ну и в день рождения принято строить планы на будущее. Чего бы вы пожелали нам и нашим телезрителям? День рождения вам тоже принес духовную литературу подарить. Здесь есть разные книги, которые и мною написаны, которые изданы более еще в Средней Азии, когда я был, и когда я начал еще в Карлову Вару, в Чехословакии бывшей. Здесь вы найдете и есть и Святой Евангелие, есть и Закон Божий, есть одна книга «Створение Святых Отцов». Много найдете для себя, для своей души. Поэтому я хотел поздравить 12-й канал вот с этим славным 20-летним юбилеем. Вы знаете, пожелать вам здоровья. Пожелать здоровья всем и ведущим, и всем сотрудникам 12-го канала. Потому что, вы знаете, на самом деле здоровье из нас нам каждое нужно. Если мы не будем здоровы, то мы не сможем отдать свои силы, не можем принести людям ту радость, которую мы можем принести, когда мы здоровы. Поэтому я вас от души поздравляю, желаю вам мира, счастья и благополучия. И хочу пожелать сотрудникам канала, чтобы они больше приносили радость всем нашим службителям. Потому что, и чтобы они были патриотами и нашего города Омска, и Омской области, ну и особенно в целой нашей Великой России. Пусть благословение Господне над вашими сотрудниками, и над всеми телезрителям, которые вас смотрят постоянно. Так что храни Господь вас в добром здоровье. Спасибо большое, Владыка. Гостем нашей программы был митрополит Омский Таврический Владимир. День рождения канала мы традиционно отмечаем в прямом эфире вместе с вами. Наш телемарафон стартовал сегодня ранним утром. Алена Зарина и Константин Поминов встречали гостей в большом павильоне. Шагнул 12 канал и за его пределы. Прямые включения мы вели из центрального сквера города, где самая спортивная ведущая нашей компании Ольга Колесник провела зарядку. Она, кстати, сегодня тоже именинница. Молодцы. Теперь поднимается. Након с нашей ноги. Сначала с левой, а потом с правой. Раз. После на дистанцию телемарафона вышли Наталья Роголева и Владимир Мутовкин. В прямом эфире вспомнили самые популярные телепрограммы 12 канала, среди которых Туризматика 55, местные жители и Час новостей. Поговорили и о закулисье журналистской работы, а также о чувстве юмора, которого нашим корреспондентам не занимать. Цвет настроения синий, внутри мартини, а в руках бикини. Как там, блин? Блин, Денчик, Денчик, что там про синий? Ну, теперь надо приготовиться. Да. Да. Артем, как ты думаешь, из российских футболистов кто-то смог бы повторить что-то подобное? Артем сейчас изобразил свинью в эфире. Спасибо, свинья, это были новости от свиньи. Поздравления в адрес 12 канала мы получаем в течение всего дня. Помимо звездных персон и гостей эфира, добрые слова адресуют и наши телезрители, и те, кто хотя бы раз становился героем наших сюжетов. Звонят в редакцию и пишут в социальные сети. Только в одноклассниках число подарков перевалило за две сотни. Примерно столько же поздравительных постов появилось в ВКонтакте и Инстаграме с хэштегом 1220. Телезрители также посвящают нам песни, собственно, ручные снятые ролики и стихи. Мы искренне благодарим вас за такое внимание. Интересно проявляли к нам всегда, но в этом году интерес особенно повышен. Обязывает к тому, чтобы выполнять свою работу качественно, что, собственно, мы стараемся всегда делать. Люди это ценят, люди ждут от нас каких-то новых проектов, новых каких-то идей, новых задумок. Благодаря проектам 12-го канала изменилась жизнь многих омичей. Для одних телеканал стал другом, для других – помощником, а для кого-то и вовсе последней надеждой. О людях готовых сказать спасибо нашим корреспондентам Анна Черных. Это все благодаря вам, Светлана, потому что, если бы не вы, я бы с этого интернета не вышел. Студент гуманитарно-технического колледжа города Нальчика шлет видео «Привет» Светлане Веретейниковой. Ведущую 12-го канала и Алима Балкарова связывает многолетняя дружба. Они познакомились на съемках телевизионной акции «Благотворим». С рождения Алим страдает ДЦП, в 6 лет оказался в детском доме. Но страсть парня к живописи и его талант не могли не заметить организаторы проекта. Полная каких-то надежд эти работы были, полная каких-то надежд. И вот мальчик очень талантливый, и он не учился в художественной школе. Это было понятно сразу, что мальчик необычный. Мы очень хотели ему помочь, но не знали, как. Светлана Веретейникова с проектом «Благотворим» побывала на телефестивале в Абхазии. Там истории Алима заинтересовались коллеги с Кавказа и решили помочь парню вернуться на родину, получить достойное образование и разыскать родных. Алим нашел свою семью, но сегодня он живет самостоятельной жизнью. К сожалению, там не сложилось каких-то таких теплых отношений. Благодаря вашей передаче, вот я здесь, я сейчас по-настоящему живу. Помогать подросткам из детских домов мы продолжили и в проекте «Большие друзья», первый сезон которого вызвал отклики в сердцах не только наших участников, но и телезрителей, которые искренне переживали за судьбу ребят, которым мы помогали выбирать будущую профессию, искать новых друзей и творчески развиваться. И в новом телевизионном сезоне мы продолжим исполнять детские мечты. Зухраба Киева обратилась к нам за помощью после того, как органы опеки забрали у нее пятерых детей. Причиной послужило аварийное состояние дома, в котором ютилась семья. Корреспонденты 12 канала показали историю многодетной матери. В редакцию начали поступать многочисленные звонки от желающих помочь деньгами и даже трудоустроить женщину. А члены Союза добровольцев России вызвались отремонтировать ее полуразрушенный дом. Когда я переступила порог дома Зухры, я была просто в шоке. Вообще отсутствуют все блага цивилизации. Дом не просто ветхий, он прям разрушается на глазах. Просто не могла не помочь. И вот мы обратились к волонтерам, и потом вот уже пошло развитие этой темы. Когда люди через пару дней тебе звонят, у них действительно есть какие-то подвижки, меняется их ситуация, решается их проблема. Звонят тебе и благодарят. Это, наверное, самое лучшее чувство. И ты понимаешь, что ты работаешь не зря. Только благодаря людям. Только благодаря Господу Богу. Всем людям спасибо. Всех я их люблю. Очень полюбила. Никогда не забуду. За все спасибо. Вот то, что мне поставили окошки. Уголь, дрова, дверь. Таких историй можно вспомнить немало. Уже 20 лет мы в эфире и продолжаем помогать хорошим людям, делая мир вокруг нас чуточку добрее. Анна Черных, Екатерина Лушникова, 12 канал. Газпромнефть проводит на базе Омского НПЗ единый конкурс профессионального мастерства лучшей по профессии 2018 для сотрудников предприятий отечественной нефтеперерабатывающей промышленности. Такой масштабный отраслевой конкурс проходит в России впервые. Подробности у Екатерины Балучевской. Провести наладочные работы или выявить даже малейшие нарушения в работе установок они могут в считанные минуты. Но здесь счет идет на секунды. За звание лучшего по профессии борются больше 130 специалистов, представляющих крупнейшие нефтеперерабатывающие компании страны. В этом году профессиональный конкурс, организованный Газпромнефтью, вышел на всероссийский уровень. Наша отрасль должна быть безопасной. Потому что все предприятия, которые связаны с нефтепереработкой добычи, как правило, находятся в населенных пунктах. И когда за технологическим объектом контролируют, управляют люди, имеющие высокие знания, высокую компетентность, это очень важно. Омский НПЗ – одно из самых высокотехнологичных предприятий нефтеперерабатывающей промышленности страны. Уникальный учебный комплекс завода – идеальная площадка для отработки профессиональных навыков современных специалистов, высокие требования к которым предъявляет самая динамично развивающаяся отрасль. У нас на нефтеперерабатывающем заводе хороший учебный полигон, который максимально приближен к реально действующей установке. Здесь можно отрабатывать такие навыки, как постановка, снятие заглушек, выполнение газоопасных работ, работ на высоте. Построили у нас прекрасный макет, сливная наливную, эстакаду. Даже теоретическую часть участники сдают с помощью ультрасовременных технологий. Тесты – не традиционный список вопросов на бумаге, а электронные задания. Выполнить их можно только в специальных 3D-очках. Они позволяют погрузиться в виртуальную реальность и таким образом перенести себя прямо на установки. Серьезную подготовку к состязаниям оценили и представители нефтяных компаний из других регионов. Все очень нравится. Площадка оборудована профессионально. То есть здесь можно показать свои навыки, обменяться опытом. Эксперты, в свою очередь, оценили высокий профессионализм участников. Я считаю, что здесь самые лучшие кадры отобраны, потому что все они отбирались на внутренних конкурсах, прошли отбор на своих предприятиях. Лучших специалистов определит экспертная комиссия. Победители будут выбирать по трем направлениям – нефтепереработка, энергетика и логистика. Екатерина Булучевская, Дмитрий Хромцов, 12 канал. А сейчас время новостей спорта. И судья приветствует Алексея Дарьева. Привет, Алексей. Привет, Аннь. Наши вчера проиграли традиционно неудобному сопернику. Ну да, шестой год уже на домашнем льду мы не можем выиграть у Магнитогорска. Но зато вот эта серия из пяти подряд побед на старте чемпионата в КХЛ для «Авангарда» самая успешная. Продолжу через несколько секунд. Для «Авангарда» встреча с «Магниткой» стала второй за два дня. С первым испытанием наша команда, напомню, справилась успешно, обыграв действующего чемпиона Казанский Акбарс. Боб Хартли сделал небольшие изменения в составе, а место в воротах вновь занял Игорь Бобков. Первый период прошел без заброшенных шайб, а во втором гости получили шанс для реализации лишнего после фола Дэвида Дерне. Сергей Мазякин вошел в зону и неотразимо бросил 1-0. Через несколько минут Дерне был удален до конца матча за подсечку против Николая Кулемина. В этой третьей игры «Металлург» доминировал на льду, но больше выгоды извлечь из большинства не сумел. В оставшееся время хозяева имели возможность отыграться, но не смогли переиграть Василия Кошечкина, который провел 70-й сухой матч в КХЛ. Мы были команды достаточно мастеровитые, играют очень в умный хоккей, поэтому, в принципе, ожидаемо было, что будет тяжелая игра. Собственно, что предложил «Металлург», против чего приходилось бороться? Они очень хорошо выстраивались в средней зоне, и мы сегодня совершили гораздо много потерь в средней зоне, из-за этого теряли много сил и делали нелепые ошибки. По-прежнему не работает большинство? С чем ты это связываешь? Мы продолжаем работать над этим, мы не останавливаемся, поэтому будем смотреть видео и делать опять работу над ошибками, и будем продолжать работать. Отличную игру продемонстрировали сегодня обе команды. Конечно же, я разочарован результатом, но мы играем вторую игру за два дня. Есть и положительный момент. У нас был очень хороший третий период. Мы оставали всего на один гол. И я думаю, что физическая подготовка у нас на уровне, потому что мы проводили весь матч в хорошем темпе. Ребята сражались, боролись, и, как и вчера, все могло перевернуться в любой момент. К сожалению для нас, удача сегодня была на стороне соперника. Теперь «Авангард» отправляется на выезд по маршруту Астана-Новосибирск. Матчи пройдут 18 и 20 сентября. Прямые трансляции на 12-м канале. Отправилась на выезд и наша волейбольная дружина. В МСБГУР в Красноярске примет участие в матчах финального этапа Кубка Сибири и Дальнего Востока среди женских команд. На этот турнир, посвященный памяти заслуженного тренера СССР Ольги Ивановой, отправились 11 омских волейболисток. В подгруппе «Б», где выступает ОМСБГУР, помимо «Амичек» сыграют также команды из Южно-Сахалинска, Владивостока и Иркутска. Групповая стадия закончится в это воскресенье. Полуфиналы пройдут 18, а финал 19 сентября. И последний день ГТО, организованный специально для школьников региона, пройдет завтра, 15 сентября, в физкультурно-оздоровительном комплексе по адресу улица Дианова, 14А. Испытать свои силы в выполнении нормативов придут порядка 250 человек. Особый интерес это событие должно вызвать у учащихся старших классов, поскольку заработанные из-за испытания комплекса ГТО баллы будут учитываться при поступлении в ВУЗ. Уже в 9.00 в ФОКе начнется регистрация участников. При себе у всех должны быть медицинский допуск от терапевта или педиатра, а также распечатка или скриншот, страницы личного кабинета с фото и УИН, номером с официального портала ГТО. Без медицинского допуска нормативы можно будет выполнить только в тестовом режиме. К испытаниям можно будет приступить сразу после торжественного открытия, которое намечено на 10 часов. Разминку для собравшихся проведет двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко. Это все, о чем я сегодня успеваю рассказать. Хороших вам выходных. Любите спорт. Спасибо. Это были новости спорта от Алексея Дарьева. После рекламы прогноз погоды на завтра. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Омск Сайдинг Инвест. Окна ПВХ от производителя. 999-222. Группа «Эталон» представляет. Квартиры в Петербурге и Москве. Первый взнос от 350 тысяч рублей. Приглашаем на бесплатные консультации в Омске. Ждем вас с 20 по 23 сентября с 10 до 18 часов. Группа «Эталон». Вторая всероссийская ювелирная выставка-продажа в Росювелирторг в Любинском. Украшения по ценам производителей. С 14 по 23 сентября. Ленина 5. Спонсор прогноза погоды и ПСР Уханян Карен Семович представляет крупнейший шубный фестиваль в СКК имени Блинова с 11 по 16 сентября. Итак, завтра, 15 сентября в Омской области пасмурно. Температура воздуха ночью плюс 10-11. Днем до 12 градусов тепла. Возможно дожди. В Омске переменная облачность. Также ожидаются осадки. Ночью столбик термометра поднимется до плюс 14. Днем до плюс 17 градусов. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр штутного столба. Крупнейшая шубная выставка от десятка российских производителей. Встречайте лучшие фабрики Пятигорска только до 16 сентября. Спортивный комплекс имени Блинова. Таковы новости этой пятницы. Спасибо за внимание и хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова